добрый день дорогие друзья вы на телеканале это он тв программа тема дня меня зовут александр вальдман для начала немножко стихов на деревьях вместо листья вешать будут лукашистов это стихи как вы догадались поборников свободы демократии в беларуси те кто митингует выступает против в нынешней власти так они видят очевидно свое будущее и будущее своих сограждан а с нами на связи из минска известная поэтесса журналист редактор едина каренина рад вас приветствовать ирина добрый день здравствуйте здравствуйте ира но мы с вами не будем обсуждать я думаю поэтические особенности этого стихотворения вот четверостише вернее я хочу обратиться к тому о чем вы пишете или я бы даже сформулировал кричите на своей странице фейсбуке цитата моего телефона нет в базе базах данных вернее он зарегистрирован на другого человека получить его можно было только от кого-то кому кому он известен угрозы убить меня угрозы убить моего ребенка все эти сдохнешь как каддафи это все началось задолго до выборов якобы ставших камнем преткновения в ночь на четверг мою квартиру ломились угрозы в мессенджер на старый аккаунт сыплются почти непрерывно по счастью ребенка я спрятал в надежном месте родители далеко но моей коллеги ведущей облили детскую коляску краской и пообещали что в следующий раз обольют ребенка кислотой если она не уволится конец цитаты лен это фрагмент вашего поста в фейсбуке которого опубликовали два дня назад сегодня какие-то изменения чувствуются или нет но вы знаете какая ситуация сейчас все достаточно по утихла почему потому что во первых силового захвата власти не получилось то есть власть не отдала не отдел милиции все эти сказочки про то что где-то омон опустил щиты все это не более чем сказочки потому что у меня лайт вариант на самом деле травли по сравнению со многими моими коллегами которые я занималась культурой всю жизнь занималась только культурой я никогда политику с другой стороны вот у меня подруга она ведущая программа погоде оказалось это самая остро политическая вещь на свете то есть ее тоже угрожают и убить и детей и кого угодно потому что она не отказалась увольняться с государственного канала значит ситуация такая поскольку правоохранители получали угрозы опять-таки расправы задолго до выборов их их очень целенаправленно травили травили родителей травят на самом деле сейчас семьи всех кто работает с государством ну вот буквально только что недавний разговор у одной из коллег маме пришлось уволиться потому что ее за она медик ее затравили врачи на работе потому что работает не там где собственно группируются там эти мирные так называемые протестующие вот мира во во всем этом вообще не нагрошь конечно ситуация такая омон наш наши вообще органы системно подвергались травле я думаю в израиле очень четко должны понимать что это такое когда человек в форме 1 человек становится объектом травли то есть он уже не считается гарантом спокойствия порядка безопасности на него тыщут пальцем и говорят негодяй его надо убить мы имеем здесь вот именно вот эту картинку это вся накачка шла задолго до выборов мы все это видели это все поступало это все фиксируется даже у меня в фейсбуке выложены скриншоты того что приходило мне моим коллегам вот мы еще соберем я постараюсь так и материалы по правоохранителям если кто-то мне передаст обнародует и опять таки я их выложу я буду сейчас и прошу уже своих звезд эстрады например деятелей культуры которые отказались поддержать так называемый мирный протест тоже передавать мне то что сыплется им потому что те же угрозы постоянные непрерывные террористическое давление просто чудовищное появляются статьи на так называемой независимой прессе а что это у нас некий деятели культуры еще сохраняют нейтралитет ребята если вы говорите о неких мирных протестах почему вы оперируете военными категориями изначально сами мы уже видим кто вы и что вы ну если вы мирно если вы хотите дискуссии диалога каких-то перемен о чем мы вообще сейчас говорим вот сейчас все достаточно утихло потому что силовой вариант не прошел на мирные так называемые мирные акции народ тоже не особо купился организовать забастовки по стране как очень надеялись и хотели некие стачком и господи прости когда штаб арестованного банкира перекрашивается под пролетариев организовывает стачком и это очень смешно вообще звучит тоже не получилось что характерно забастовки пытались организовать исключительно на госпредприятиях беларуси действительно обширный госсектор и надо сказать вопреки утверждением о том что он дотационный убыточный закредитованы далеко не так вполне себе предприятия работают существует естественно везде есть что-то более успешное что-то менее успешное но в целом ситуация на самом деле неплохая ирина а я позволю вас себе перебить вы упомянули угрозы скриншоты которые поместили у себя на странице фейсбуке я их смотрел там их почти 90 штук их количество прибавляется это малая часть у одного нашего моего коллеги журналист андрея муководщика у него по порядка полутора тысяч только смс только смс а есть еще звонки письма фейсбук комментарии и так далее по поводу деятелей культуры у меня к вам вопрос дело в том что среди так называемого координационного совета по трансферу власти присутствует бывший министр культуры главный режиссер или директор я так не понял театра янки купалы это это с его стороны своеобразная месть власти вы знаете я честно говоря вообще не могу понять в данном случае что произошло что довольно грамотный но вы поймите нашу ситуацию идет постоянная эмоциональная накачка людей в брасл веки в чудовищном количестве брасываются обрезанные видео якобы как это сказать ну грубо говоря пятеро омоновцев преследует одного но не показывается как перед этим этот один швырял не положение и да у них есть инструкция не ходить по одному потому что мы знаем что те кто в этой ситуации идет по одному на них набрасываются толпой и соответственно сколько мы хотим сохранить жизнь наших ребят естественно они получают соответствую я думаю что ваши военные по этому поводу могут очень много чего сказать по поводу как это должно происходить если определенные технологии я не военный человек скажем так я знаю базово столько сколько журналист в одну хотя бы на минимальном уровне должен об этом знать и только но по технике это нужно обращаться к специалистам действительно были перегибы это правда это признала министерство внутренних дел и лично министры и караев и расследование уже по этим случаям она уже ведется и уже выложена во всех там телеграм-каналах министерства внутренних дел и на официальных страницах форма для заполнения заявления для тех кто действительно пострадал и я знаю белорусскую правоохранительную систему она работает но может быть как сказать не скорострельно поскольку любое расследование требует времени она работает очень четко расследование будет проведено по факту если были какие-то издевательства какие-то перекипы наказание естественно я уверена будет но я хочу сказать ну еще надо понимать вот когда парню он стоит в оцеплении на него кидаются с арматурой с заостренными кольями с булыжниками а он в это время думает мне три месяца обряд угрожали что сейчас поедут убьют моего ребенка и там убьют мою мать а что у меня там дома если здесь вот я не оправдываю жестокости я говорю о том что ну поставьте себя на место этих людей и тоже поймите в беларуси профессиональные на самом деле профессионально подготовленные и омоновцы и армия но психологически они оказались к этому не готовы здесь было 26 лет спокойной жизни которые обеспечил лукашенко ира еще хотел спросить вас об одном аспекте протеста вы тоже цитата с вашей страницы и так все кто утверждает что в беларуси не майдан а мирные протесты довели народ извольте так называемый реанимационный пакет реформ для беларуси который должен войти в силу после свержения тирана да они снесли этот сайт но в кэше все осталось главными врагами объявляются россия русская православная церковь а главной целью вступления в нато что говорят по этому поводу сторонники демократии утверждают что это фейк естественно но смотрите какая очень интересная история да они снесли эту на русском языке но в кэше все осталось если вы откроете как бы поискать опориться можно идти на белорусском языке все то же самое более того если вы еще сильнее поищите вы обнаружите то же самое национальный пакет реформ для украины реанимационный пакет реформ для украины все то же самое что и там это было принято вот поэтому я не знаю что там себе думают сторонники демократии но многие люди сейчас те которые выходили под белшево на белым прапором с которым нацисты ходили по оккупированной белоруссии коллаборанты многие из них прозревают сейчас и выходят на митинге в поддержку лица рукава и я их очень хорошо понимаю здесь уже не вопрос мы не голосовали но когда мы сейчас видим то что у нас втаскивают и как мы мы видим вот это вот все мы не хотим в этом участке больше вот этот момент есть нам конечно действительно очень тяжело потому что а тяжелейшая ситуация конечно в культуре прежде всего и я вынуждена я много раз об этом говорила я вынуждена это повторять что надо культуре уделять больше внимания культура это идеология в этом заранее к сожалению это большая ошибка я никогда не скрывала что я вижу ошибки что я об этом говорю ошибки действительно были и самого разного характера но ошибки делает любая власть проблема в чем я видела все то же самое я видела все то же самое в харькове в одессе киеве 13 14 абсолютно картинка один в один просто вот до смешного до каких-то наши украинские коллеги именно и наши коллеги из н.р. л.н.р. они очень четко выдают они прям вот анализируют все раскладывают а я и так вижу просто нашему обществу здешнем обществу которое абсолютно оказалось не подготовлено к подобные они не привыкли мэти это израиль живет под постоянной угрозой и вы мобилизованы я думаю просто это в принципе у вас как бы и реакция на провокации друга и так далее здесь всегда было очень спокойно здесь никогда не было иначе здесь люди до сих пор не могут поверить что вообще такое может быть я смотрю на эти растерянные лица даже от своих коллег вроде опытных людей они не ожидали из них не ожидали кто кого-то не выдерживает банально особенно когда идет такое давление со стороны ира еще вопрос о коллегах тоже с вашей страницы в фейсбуке а вот что мне отдельно нравится в кавычках моих родных российских сми очень тенденциозная картинка которая чаще всего даже близко не отражает происходящего беларуси так про митинги оппозиции вещали вещали фоточки все кому не лень про то что в стране проходят многотысячные подчеркиваю митинги в поддержку лукашенко практически все дружно молчат в тряпочку а там кстати красивых фоточек тоже хватает и видео имеется и тишина откровенный заговор молчания и у вас есть по этому поводу какое-то объяснение почему заговор молчания в российских сми хотя сейчас по моему уже не так не не как в первые дни немножечко блокаду прорываем да я очень рада и но я честно скажу и приходится буквально пробивать головой поэтому спасибо всем кто действительно выходит с нами на связь а вот почему ну вы видите ведь в любой власти в любой да но я не я просто не знаю но в россии по крайней мере я знаете за 40 слишком лет жизни я не очень очарована собственно тем что происходит во власти мы же понимаем что везде свои интересы свои хозяева и хозяйчики свои интересы свои саботажники в конце концов даже в госсми иногда у меня шоковое состояние вот есть еще момент такой что никогда не интересовались вот это патриархальная беларусь но сидят они себе тихо и сидят только батька что-нибудь скажет и начинается тогда вот ладно не интересовались но ребят есть просто банальные профессиональные навыки ну давайте научимся гуглить ну ну давайте научимся гуглить давайте мы пойдем по открытым источникам мы найдем цвет телеграм-канал хотя бы или сайт следственного комитета на который выкладываются все видео полностью не урезанные как вы телеграм-канал их пропагандистских и там на нехте а полностью что собственно происходило мы увидим провокаторов которые кидают булыжники мы увидим видео задержание мы увидим признательные показания которые дают индекс и никаких следов обоих на них между прочим нет можете просто взять это взять видео открыть все это все есть вот почему молчат но я могу предполагать конечно хотя тут сплелось очень много интересов но изначально вообще ситуация даже помните с вагнеровцами со всеми раскрыл раскручивалась так чтобы убить клин между белоруссию и россии что беларусь осталась одна против майдана провокации очень грамотные и допустим был за пришел с повинной не так давно координатор который работал конкретно в моем районе где и он пришел с повинной и он сказал что ему выделили порядка 30 тысяч рублей белорусских то есть это где-то 900 с лишним там тысяч российских рублей на демократию выделили люди которые представились бы сказать что они ведут дела с госпома то есть бомба закладывалась уже тогда клин вбить пытались совершенно сознательно и отчетливо потому что следующей страной где будет проверну будут пытаться провернуть подобное будет россия и будет это скорее всего уже ближе 2024 году сейчас кричат лукашенко уходи там будут носиться и кричать путин уходи и точно так же также мы не видим кандидатуры преемника точно так же и раз спасибо огромное за это интервью спасибо за вашу смелость за вашу позицию спасибо всего самого доброго главное будьте здоровы здоровья вам и вашей семье спасибо спасибо всего самого доброго до новых встреч спасибо и вам друзья что были с нами всего доброго до новых встреч будьте здоровы